В последние дни перед большими школьными каникулами во всех дворцах и клубах проходят новогодние елки для детворы. Одна из них состоялась в Центре народного творчества. Девчонок-мальчишек из Центра помощи детям Надежда пригласил в гости к новогоднему волшебнику депутат Законодательного собрания области Павел Шиляев. Праздник начался, что называется, с места в карьер. Золотой Меркурий и его помощницы-пиратки украли идущего на праздник Деда Мороза. Пришлось ребятам для вызволения зимнего волшебника пускать в ход тяжелую артиллерию, зажигательные песни и танцы. Ну вот сказочный персонаж спасен и праздник продолжается. Здесь на сцене появляется другой волшебник, имеющий за плечами длинный список добрых и отнюдь не сказочных, а реальных дел. Депутат городского собрания Вадим Феоктистов, ведущий работу в округе вместе с депутатом областного уровня Павлом Шиляевым. В этот замечательный день я хочу от себя лично, от всего Магнитогорского городского собрания депутатов поздравить вас, ваших преподавателей с наступающим Новым годом, пожелать вам прекрасного, отличного новогоднего настроения, чтобы все у вас в Новом году получалось. Заметим, что депутатской поддержкой воспитанники центра «Надежда» не обделены. Чаепития, праздники, походы в кино и выезды за город о своих подопечных Павел Шиляев не забывает. Ребята и педагоги платят старицей, победами в российских и международных конкурсах различного уровня, да и профессии. Будущие выпускники «Надежды» выбирают достойные, человеколюбивые. Я хочу поступить в дальнейшем на медсестру. Мне нравится эта профессия с 4 лет, но с 4 годиков я бегала еще со шприцами, и поэтому мне как бы интересно спасать людей, что ли, помогать им. Павел Берсенев, Станислав Юдин, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.